Первый случай заражения обезьяней оспой подтвердил Институт микробиологии Бундесфера в Мюнхене. Инфицированный человек имеет все характерные симптомы, в том числе сыпь на коже. Больше подробностей институт не приводит. Федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах сказал, что это был только вопрос времени, когда осп подойдет до Германии после нескольких случаев заражения в Великобритании. Но министр считает, что вирус оспы можно сдержать. Тем временем Всемирная организация здравоохранения созывает срочную чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки обезьяней оспы в мире. Сейчас вирус оспы обнаружили уже минимум в 10 странах. Среди них, кроме Германии, числятся США, Великобритания, Канада, Португалия, Австралия Италия, Испания, Швеция и Франция. С 1 июня в Германии снизят энергетический налог на дизельное топливо и бензин до минимума, разрешенного в Евросоюзе. Скидка будет действовать три месяца – в июне, июле и августе. В соответствии с принятым решением стоимость бензина снизится почти на 30 центов за литр. Дизель подешевеет на 14 центов за литр. Правительство подсчитало, что скидки позволят автомобилистам Германии сократить расходы почти на миллиард евро в месяц. Федеральное сетевое агентство подготовило закон, согласно которому минимальная гарантированная скорость интернета в Германии должна быть 10 мегабит в секунду. С этого момента пользователи, у которых реальная скорость интернета остается ниже указанной, вправе потребовать от своего провайдера связи поднять скорость до гарантированных законом значений. При этом отговорки типа «невозможно по техническим причинам» больше не будут приниматься во внимание. Пивные бутылки могут стать дефицитом в Германии следующим летом, считают немецкие пивовары. Поэтому пивоварни уже просят покупателей возвращать пустые бутылки из-под пива. Почему может возникнуть дефицит? Прежде всего, для производства бутылок используется газ. Из-за роста цен на него новая стеклянная бутылка стоит в два раза дороже, чем залог, который пивоварня может взимать за нее. Следовательно, следует опасаться, что у той или иной пивоварни могут возникнуть проблемы старой. Свою роль также сыграли и канал избыта. Например, малым и средним пивоварням повезло больше. Заведения, которые продают свое пиво в радиусе 50 километров от места расположения, обычно быстрее получают обратно пустые бутылки из-под пива.